В России впервые за последние десятилетия выросло число случаев постановки диагноза алкогольная зависимость. Данные опубликованы в сборнике Росстата. В последние годы различные ограничения на продажу алкоголя в совокупности с пропагандой культуры здорового образа жизни привели к значительному снижению подушевого употребления алкоголя в стране. Как результат, за 15 лет смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53%. С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов-алкоголиков очень значительно, с почти 154 тысяч, снизилось до 53 тысяч человек. Это важный медицинский и общественный показатель. Но по итогам 2022 года положительная тенденция прервалась. Под диспансерное наблюдение попали 54 200 человек с алкогольной зависимостью. При этом почти у 13 тысяч из них был диагностирован алкогольный психоз. По словам экспертов, ситуация связана с пандемией и социально-экономическими потрясениями. При этом отмечается, что данных Росстата недостаточно, чтобы судить об общей ситуации с алкоголизацией. Ведь это статистика только по наркологическим диспансерам. А это вопрос, обратился человек за помощью или нет. Кроме того, много тех, кто обращается анонимно в негосударственные учреждения и не попадает в статистику. Но есть еще один момент. В статистику попадают не только пациенты с зависимостью, но и люди с так называемым пагубным употреблением. Например, человека поймали пьяным за рулем, подтвердили факт опьянения на экспертизе и поставили на учет. А зависимость у него может и не быть. Поэтому отдельно выделяют именно статистику алкогольных психозов. У медиков она считается более показательной, так как они возникают только у людей с тяжелой зависимостью. Число таких случаев в стране выросло, но незначительно. К разговору приглашаем нашу гостью в студии Татьяна Тимошенко, врач-психиатр, нарколог, наркологического диспансерно-поликлинического отделения Краевой психиатрической больницы. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, сейчас мои коллеги так краски сгустили, ну по поводу, например, всероссийской статистики. А что касается на все-таки Хабаровского края? Какая статистика у нас, если она негативная? Что вы за год сейчас скажете? Ну, в целом, можно сказать о том, что по городу Хабаровску мы не видим негативного роста и ухудшения статистики. То есть по прошлому году, например, у нас на учете стояло порядка 4 тысяч человек. Это официальный учет, да? А в этом году даже чуть меньше. За 2023 год. 2022-2023 год. То есть мы, еще раз повторю, не видим отрицательной какой-то динамики. И по городу Хабаровску вот примерно такие цифры. Но, опять же, это же официальная статистика. Вы тоже об этом только что сказали. И, как правило, до наркологов, в общем-то, доходит только 20% людей, которые имеют зависимость. Болезнь социальная. Люди опасаются учета, не признают себя зависимыми, не считают себя алкоголиками по социальным стигмам. Ну и, в общем-то, это препятствует обращению к наркологам. Но если говорить о тех, кто все-таки обратился за помощью, какой процент тех, кто является алкоголезависимым и у кого был психоз? Вот о чем тоже сейчас говорили. Ну, психоз – это как результат длительного употребления алкоголя. Это уже такое состояние, которое характерно именно для зависимости от алкоголя. У нас по прошлому году порядка 100 случаев было алкогольных психозов. И если мы говорим о зависимости и о тех, кто имеет ее, то мы уже сказали о том, что это вот такая цифра. И психозы – это как следствие именно этого состояния употребления алкоголя. Потому что если говорить о пагубном употреблении, это первая стадия зависимости. Ведь это же хроническое заболевание, которое имеет свои стадии и, в общем-то, подразделяется на них. Вот вы говорите про официальные данные, официальные цифры. А кого вообще ставят на учет? Вот именно люди, которые имеют диагноз зависимость алкоголя, они подлежат учету. Но это должно быть письменное согласие пациента обязательно. То есть добровольность лечения – это первый принцип лечения. И письменное согласие человека, который желает встать на учет. Но хочется сказать о том, что люди, опасаясь учета, не понимают, что это не навсегда. То есть учет у нарколога имеет определенные временные рамки. Это порядка двух лет подтвержденной трезвости. И человек в состоянии ремиссии снимается с динамического наблюдения. В общем-то, и также может быть социально активен, получать престижную работу, права и так далее. То есть это пугает людей, потому что люди не знают. И многие по этой причине не хотят вставать на учет. Хотя по фиксированным случаям они уже находятся в той базе данных, которые регистрированы, так скажем, случаи. То есть они уже пролечились, и они все равно попали в поле зрения наркологов, независимо от того, встали они на учет или нет. Но если человек согласия не дал, то он в учет не попадет, правильно? Ну, в общем, да. Но это регистрированный случай. Все равно при обращении, например, за какой-то справкой для трудоустройства либо получения прав, все равно эта отметка будет в компьютерной базе данных. И человек должен будет уже потом доказывать, что он не употребляет алкоголь. И динамическое наблюдение, оно также будет продляться два года. Знаете, у нас, извините, в обществе достаточно стереотипное представление о том, кто такой алкоголик. Когда говорят алкоголик, очень часто рисуют люди какие-то картинки каких-то маргинальных, каких-то асоциальных людей, каких-то полуопустившихся, грязных, под забором они там валяются и так далее. Так ли это, исходя из вашего опыта и вообще с медицинской точки зрения, кого можно назвать алкоголиком? Ну вот то, что вы сейчас описали, такие случаи, естественно, тоже есть в нашей практике, но это небольшой процент пациентов. В основном это люди трудоспособного возраста, разных возрастов, мужчины-женщины, социально адаптированные, разных профессий. То есть алкогольная зависимость не выбирает по полу, по профессии и так далее. То есть человек, который употребляет алкоголь более или менее регулярно, и у него формируется зависимость, попадает также в поле зрения врачей-наркологов. А вот насколько регулярно? Потому что для кого-то, например, на выходных возьми и расслабься. Это считается алкогольной зависимостью? Вы знаете, вообще есть такое понятие, как индивидуальная реакция организма на алкоголь. И как таковых норм не существует. Два-три раза в месяц – это умеренное употребление алкоголя. Раз в неделю это может быть как бытовое пьянство, мы считаем. А когда это более часто уже, приходит какую-то привычку, в пагубную или из пагубной привычки уже в регулярное употребление, тогда уже формируется зависимость, которая характеризуется определенными критериями. Ведь просто так не выставляется этот диагноз – алкогольная зависимость. Это заболевание хроническое, психическое, прогрессирующее, которое имеет ряд признаков, по которым оно ставится. Но все-таки, если человек решил сам вылечиться от этого недуга, насколько оно хватает, наверное, мотивированности и внутреннего желания просто вылечиться? Это самое главное. Когда человек осознанно приходит к врачу на консультацию, для того, чтобы выяснить для себя, есть ли у него проблемы, это основной принцип, который потом положительно влияет на терапию. Если не хватает у человека мотивированности, для этого врачи-наркологи и помогают находить дополнительные мотивы, для того, чтобы, если нужно, вовремя обратиться, получить терапию и не иметь эту проблему. А вот таких людей становится больше, если смотреть как-то по годам? Можно сказать, что да. То есть люди стали больше обращаться к наркологам, перестали бояться вот этого. И мы замечаем такую тенденцию, что, в общем-то, действительно, если раньше это было только под дулом пистолета, там родственники переводят, сейчас пациенты, которые понимают, что есть какая-то проблема с употреблением алкоголя, приходят на консультацию и, в общем-то, если необходимо, получают профессиональную помощь. Вы сказали, что под дулом пистолет, например, приводят человека против его воли. Но есть шанс ему все равно выздороветь? Ну, в общем, да. Для этого ведь существуют специалисты-психологи, психотерапевты, которые помогают человеку преодолеть анозагнозию, то есть отрицание проблемы. Ведь это же самое большое и первый такой большой препон, да, когда человек отрицает у себя наличие проблемы, его приводит работодатель, либо родственник. И работа специалиста заключается в том, чтобы ему это объяснить, преодолеть вот эту анозагнозию и, в общем-то, смотивировать на дальнейшую терапию, если это необходимо. А вот как вы считаете, вот статистика по стране, это какое-то временное явление в связи с потрясениями последних лет, и ситуация изменится, или все-таки это какая-то закономерная тенденция? И вообще, как, в принципе, отношение к алкоголю в последнее время складывается в стране? Ну, скорее всего, что эта ситуация, она спровоцирована вот всеобщей, какой-то такой повышенной тревожностью в обществе на фоне пандемии, как мы уже здесь говорили, да. И хочется верить в то, что вот этот стереотип поведения нашего общества, да, употребление алкоголя, это же как поведенческая норма, потому что большинство взрослых людей обычно употребляют алкоголь в разных жизненных ситуациях. Но мы видим, что работают законы правительственные, что работают меры, которые принимаются по запрету продажи алкоголя, временные, да, рамки, возрастные ограничения. И, в общем-то, мы видим, что в обществе идет тенденция к тому, что люди, ну, по нашему наблюдению меньше употребляют алкоголь, и есть вот это вот мы наблюдаем. Ну, на самом деле, даже там по окружению, смотреть по знакомым, что много тех, кто вообще отказывается от алкоголя даже по праздникам, даже, не знаю, по пятницам, даже за компанию. Люди выбирают спорт, путешествия, семья, воспитание детей, престижная работа. То есть сейчас как-то такая тенденция в обществе наблюдается, и причем это уже давно, порядка там нескольких лет мы это видим, и это радует. Спасибо большое. У нас в гостях была Татьяна Тимошенко, врач-психиатр, нарколог, наркологического диспансерного поликлинического отделения Краевой психиатрической больницы.